Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Что такое профессиональный осмотр работников? Кто должен его проходить? Как изменился порядок проведения профосмотров? В нашей студии Екатерина Борзых, руководитель Самарского областного центра профессиональной патологии и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Екатерина Ивановна, Дмитрий Владимирович, добрый вечер. Я рад вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и давайте начнем с АЗОВ, наверное. Вот проведение профессиональных осмотров. Что это такое? Потому что многие считают, что после того, как кончился Советский Союз, соответственные профессиональные осмотры, кончились. Они не нужны, их больше не существует. Итак, давайте вот об этом поговорим. Ну, конечно, они существуют, и они очень нужны, и они очень важны. И профессиональные медицинские осмотры, они делятся на несколько видов. Есть предварительные медицинские осмотры, это они для тех граждан, которые собираются поступить на работу. Периодические медицинские осмотры, это те осмотры, которые граждане проходят периодично, да, во время своей работы, один раз в год или два раза в год, или раз в два года, в зависимости от того, как это положено по приказу 29Н. Также существуют предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры. Это те осмотры, когда, допустим, водитель выходит в рейс, то есть он перед тем, как выйти в рейс, его осматривает врач или фельдшер, и после того, как он из рейса возвращается. Также существуют углубленные медицинские осмотры, так называемые. То есть это те осмотры, которые проводятся в Самарском областном центре профпатологии один раз в пять лет для тех категорий граждан, которые работают с вредными или опасными, в опасных условиях труда. Вот в таком случае продолжение сразу вопроса. Смотрите, Екатерина, вот все ли компании должны проводить профессиональные осмотры своих работников? Ну или может быть вот Дмитрий Владимирович скажет, потому что на самом деле частный бизнес, и сейчас вот этот такой вопрос, многих больше волнует вопрос регулярного выплата заработной платы, а уж профессиональный осмотр для многих это такое нечто, как я сказал, из старой жизни. Екатерина Ивановна уже упоминала о том, что у нас есть действующий порядок проведения медицинских осмотров. В наименовании действующего порядка приказа 29Н у нас есть ссылка на статью Трудового кодекса, 213 статья Трудового кодекса, в которой перечисляются отдельные категории работ, отдельные виды работы, ну и в том числе работы с вредными и опасными условиями труда. Единая процедура, которая позволяет нам определить наличие или отсутствие этих самых вредных и опасных условий труда, она также определяется у нас Трудовым кодексом, это специальная оценка условий труда, которые должны проводить практически все работодатели, организации, за исключением нескольких случаев. Это дистанционные работы, это надомные работы, и если работники вступают в трудовые отношения с работодателями, физическими лицами и религиозными организациями. Во всех остальных случаях проводить спецоценку необходимо, ну а дальше уже, соответственно, от условий труда, в которых они трудятся. То есть, соответственно, на самом деле практически любая организация, ну просто в зависимости от ее вида деятельности, так или иначе с определенной периодичностью должна проводить профессиональный осмотр, и люди должны понимать, что вот если никогда профессиональный осмотр с ними не проводили, вот значит, что-то неправильно. Да, вполне возможно, что что-то неправильно, и работодатель просто не направляет их на проведение периодических или предварительных медицинских осмотров. Мы еще должны учесть, что все виды периодических, да, предварительных медицинских осмотров оплачивают за счет средств работодателя. И работодатель обязан предоставить в выходной оплачиваемый день, да, договориться с медицинской организацией, когда сотрудники и работники проходят и проводят медицинский осмотр. В таком случае вот следующий вопрос. Кто проводит профессиональные осмотры? Проводит только ваша уважаемая организация? Периодические медицинские осмотры проводятся в любой медицинской организации, которая получила лицензию на данный вид деятельности. То есть это могут быть частные медицинские организации, имеющие лицензию на проведение периодических медицинских осмотров, ну и государственные в том числе. Да, у нас достаточно большой рынок таких предприятий, медицинских организаций, у которых есть лицензии, которые проводят эти периодические медицинские осмотры. Но, к сожалению, учитывая, что у нас областной центр профпатологии, и мы собираем все эти данные, сведения, анализируем, медицинские организации нам сдают регулярно отчеты, я могу сказать, что из того количества организаций, у которых есть лицензии, и то количество организаций, которые нам отчитываются, отчитывается не очень большой процент. Поэтому есть много медицинских организаций, которые не предоставляют отчеты, и мы не можем точно и четко сказать, правильно, качественно ли они проводят эти периодические медицинские осмотры. А это все-таки здоровье населения и граждан. Поэтому вот это вот есть такая проблема, да, что медицинские осмотры, они стоят определенных средств, естественно, да. И некоторые частные организации, они демпингуют этот рынок, да, и поэтому некоторым руководителям организаций, да, проще оплатить меньшее количество средств, получить эту бумажку, справку, которая ничего в себе не несет, да, ну и как бы на этом закончится. А все-таки обсмотр граждан, да, и обследование, да, это здоровье, это здоровая единица, это здоровое население, и я думаю, что это очень важно, проходить медицинские осмотры тех организаций, которые проводят его качественно и правильно. Екатерина Ивановна, вы вот меня заинтриговали, вы сказали, что эти организации проводят профосмотры, но вам не предоставляют данные. Они просто имеют право это делать? То есть это на самом деле законодательство предполагает, что это остается у них? Нет, на самом деле в законодательстве в 29 приказе, да, прописано, что после проведения медицинских осмотров, да, заключительные акты должны сдаваться в течение пяти дней в Роспотребнадзор, в ФСС, федеральную службу, да, и в Центр профпатологии, да, для того, чтобы мы могли проанализировать то количество граждан, да, которых, которые были осмотрены, посмотреть, какие у них могут быть заболевания, да, выявить, выяснить. И наша медицинская организация, Самарский областной центр профпатологии, который базируется в медицинской части номер пять, да, мы один раз в пять лет должны посмотреть и провести так называемый углубленный медицинский осмотр в Центре профпатологии тех категорий граждан, которые работают во вредных и опасных условиях труда. Согласно спецоценке условий труда, это класс 3.1 и выше, то есть все вот эти вот организации обязательно должны пройти у нас один раз в пять лет медосмотр, для того, чтобы мы смогли на ранних стадиях выявить профессиональное заболевание, для того, чтобы предотвратить развитие профессиональных заболеваний, да, и для того, чтобы как сэкономить и деньги, и работы дателя, и медициной, да, чтобы как бы... Ну, конечно, лучше выявить заранее. Лучше выявить заранее. Лучше предотвратить заболевание, да, и для пациента, и для работы дателя, да, и для того, чтобы он смог вовремя перевести его с определенного вида работ на более легкие, да, где пациент может дальше трудиться и приносить пользу. А, кстати, вы можете каким-то образом заставить вот эти организации вам эту отчетность отдавать? Конечно. То есть вы этим и занимаетесь как раз? Мы отправляем им письма, мы отправляем им отчеты, мы им напоминаем, мы их собираем, да, ну и, конечно, Роспотребнадзор, у него есть периодические проверки, да, они выходят на это предприятие. И, соответственно, дальше уже начинают требовать вот эти документы. Да, да, да. Ну, с медицинскими организациями мы еще воздействуем через Министерство здравоохранения, мы им напоминаем, потому что, может быть, кто-то не знает, кто-то забыл. Мы организуем Дни профпатолога, собираем профпатологам, рассказываем им о том, что необходимо, какие отчеты нам сдавать, да, для того, чтобы как-то посмотреть и немножечко отконтролировать. Уважаемые гости, вот с точки зрения работника, вот прошел профосмотр, у человека, не дай бог, выявили профессиональные заболевания. Что дальше-то происходит вот с ним? Он, потому что если, ну, опять же, во времена СССР, мы все знали, вот есть определенная система, она работает, вот ты получил, заработал там, как тогда говорили, заболевания, тебе начнут помогать с ним как-то жить. Ну, в общем-то, ничего не изменилось со времен СССР. Точно так же у нас существует служба, которая как раз и занимается экспертизой связи заболеваний с профессией. Как раз Самарский областной центр профпатологии – это та организация, которая этим и занимается. Если на предприятии при проведении периодического медицинского осмотра, да, было заподозрено профессиональное заболевание, то следом врачом, который заподозрил, это может быть совершенно любой врач, это может быть врач на медосмотре, это может быть участковый доктор, да, подается экстренное извещение, которое отправляется в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор оформляет СанГИ-характеристику, да, собирается определенный пакет документов, СанГИ-характеристика, амбулаторная карта пациента, данные периодических медицинских осмотров, да, и приходит, собирается этот пакет, и они прибывают к нам в областной центр профпатологии. После этого мы пациента госпитализируем, обследуем, проводим экспертизу, и если мы связали заболевание с профессией, то следом пациент направляется в бюро медико-социальной экспертизы, где ему назначается определенный процент утраты трудоспособности, он получает лечение санаторно-курортное, да, он получает медикаменты, и он может также проходить лечение в областном центре профпатологии и госпитализации один раз в год. То есть, в принципе, сохраняются достаточно хорошие льготы у пациента, но обязательно нужно это сделать во время своего труда, то есть, пока ты трудишься. Когда мы выходим на пенсию, к сожалению, там, немножечко бюро медико-социальной экспертизы может это рассматривать как о том, что человек уже закончил свою трудовую деятельность, да, и проценты могут быть пересмотрены не в сторону пациента. Понятно. В общем, вовремя надо это увидеть, и для работника самое главное, вот что называется, ну, самому об этом думать, следить. Конечно, потому что у нас бывает так, что люди хотят сохранить свое рабочее место, да, и они часто могут не жаловаться, да, не обращать внимания, а после того, как они выходят на пенсию, вот у них возникает вопрос, а как быть, а что делать. Поэтому нужно все вовремя. Уже поздно, соответственно, получается так. Вполне да, вполне возможно. Для работодателя профессиональное заболевание, оно ничем выплатами не грозит. О, кстати, вот важный момент. Да, потому что, в принципе, работодатели, они ежегодно какую-то сумму переводят, да, и вот эти все выплаты, штрафы, да, или которые накладываются, да, на работодателя нагрузки определенно нет. Этим занимается определенный фонд, в который эти деньги аккумулируются. То есть вот сейчас важно подчеркнуть, что работодателю смысла скрывать профзаболевание сотрудника нет никакого? Абсолютно. Абсолютно никакого. Ну, конечно, когда профессиональное заболевание возникает, и оно подтверждается, работодателю нужно составить акт, да, о возникновении профессионального заболевания на рабочем месте и сделать какие-то выводы, сделать какие-то действия для того, чтобы обезопасить работников, да, чтобы сократить возможность хронического заболевания у сотрудников. У других, соответственно, работников? Да, да. Скажите, а у нас есть статистика по профессиональным заболеваниям? У нас органы распорядок надзора ежегодно ведут статистику по профзаболеваниям и на территории Самарской области, и по городу Самаре. В настоящий момент у нас есть статистика за 2020 год, потому что 2021 у нас еще идет, он еще не кончился. За 2020 год у нас было зафиксировано в городе Самаре более 70 случаев профессиональных заболеваний. И в связи с новыми обстоятельствами коронавирусной инфекции у нас появилась, так сказать, ну не то, что появилась, она, так скажем, вышла на первый уровень, это острые заболевания, хронические заболевания, это связано в основном с коронавирусной инфекцией воздействия и хронические заболевания. Хронические у нас, мы много лет с ними взаимодействуем, да, это на промышленных предприятиях, на производствах крупных, ну территории города Самара основными, так скажем, в нехорошем смысле поставщиками являются, это крупные заводы, предприятия, РКЦ «Прогресс», «Паук Кузнецов». У них чаще всего происходят несчастные случаи, но здесь не следует, наверное, в большей степени винить само руководство предприятия, потому что у них специфика деятельности, специфика производства такая, что от заболеваний им уйти довольно-таки сложно. А что касается острых стадий заболеваний, это у нас медицинские организации. Чаще всего, ну я думаю, все понимают, что чаще всего коронавирусной инфекцией подвержены именно медицинские работники, которые с ней работают постоянно. Это опять-таки самые крупные наши медицинские организации. Больница Пирогова, больница Середавина, которые тоже стоят, что называется, на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. И подождите, я правильно понимаю, что вот если говорить про профессиональные заболевания медработников, что если доктор, медсестра или санитарка на рабочем месте получили ковид, вот на сегодняшний день самые распространенные заболевания, то это будет считаться профзаболеванием для них? В том числе может считаться профзаболеванием. Опять-таки нужно смотреть, насколько часто они взаимодействовали именно с ковидными пациентами. Одно дело, если человек постоянно работает в красной зоне, мы понимаем, что риск, конечно, заражения очень велик. Но при всем при этом мы не можем исключать бытовой характер заражения в транспорте, от родных и близких. Но здесь, наверное, говорить именно о профессиональном заболевании именно этого медицинского работника будет не совсем актуально. Поэтому у нас проводят именно расследование профессиональных заболеваний специализированные органы под руководством Роспотребнадзора. А зачем расследование? Ну, опять-таки, выявить источник заболевания, где оно произошло. Основная причина же у нас, в том числе расследование несчастных случаев, расследование профессиональных заболеваний, не наказать кого-то. А именно основная задача выявить, почему произошло заболевание, почему произошел несчастный случай, и сделать все, чтобы не допустить возникновения подобных ситуаций в дальнейшем. Вот вы сказали, что 70 профессиональных заболеваний выявлено. Более 70. Более 70. Это много или мало? Вот если брать такую статистику в длительный период. Ну, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, там было 85 случаев. То есть случаев было больше. То есть, в принципе, вот сейчас как бы есть некое снижение. А снижение оно есть, но мы должны сами еще учитывать то обстоятельство, что 2020 год был, так скажем, подходил под знаменем локдаунов. То есть многие организации, предприятия в том числе снижали темпы производства, снижали темпы работы. Это тоже, конечно, могло сказаться. Ну, и, конечно, вы должны учитывать, что многие работодатели действительно начали подходить ответственно. Но, я думаю, Екатерина Ивановна подтвердит то, что более ответственно подходит к вопросам именно обеспечения безопасного условия труда своих работников. Ну, и профилактика, самое главное, как известно, каплю предосторожности стоит рек лекарств. То есть, если есть риск, то, конечно, его лучше обойти. Вот, кстати, если говорить о рисках, а несчастные случаи бывают, вот, когда профзаболевания, не выявленные вовремя, либо, которые имеются, вот, в итоге приводят к несчастному случаю? Ну, на территории города Самары, потому что мы все-таки говорим о нашем городском округе Самары, у нас было сразу несколько таких случаев. Один случай был связан с водителями, потому что некоторые работодатели забывают о том, о чем уже Екатерина Ивановна говорила, о том, что нам необходимо проходить и предрейсов, и медицинские осмотры. Автомобиль – это источник повышенной опасности. Значит, и человек, который эксплуатирует автомобиль, водит автомобиль, он должен находиться полностью здоров, должен полностью отдавать отчет своим действиям. И вот, как раз, несчастный случай произошел от того, что допустили работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения медицинского осмотра, предварительного медицинского осмотра. То есть, он находился в состоянии, которое не позволяло ему эксплуатировать транспорт. Второй несчастный случай был зафиксирован у нас. Причиной стало то, что работника с эпилепсией допустили к работам на высоте. Поднялся на крышу, начал чистить снег, и ему на крыше стало плохо. До летального исхода, слава богу, не дошло, но, опять-таки, снимать его с крыши пришлось, ну, с большими сложностями, большими проблемами, опять-таки. И я всячески призываю работодателей ни в коем случае не экономить на медицинских осмотрах, на предрейсовых медицинских осмотрах, на любых, соответственно, действиях, которые могут, так скажем, улучшить состояние здоровья своих работников. Потому что за этим стоят не только человеческие жизни, но и многие работодатели забывают о том, что не только штрафными санкциями ограничивается их халатность. Так, ну-ка, вот поподробнее. Но еще и уголовная ответственность. Если у нас есть в Кодексе административного правонарушения статья 5.27, которая у нас как раз и касается нарушений требований охраны труда, в которой предусмотрены штрафные санкции за несоблюдение требований охраны труда в части проведения медицинских осмотров, то есть у нас с вами еще и статья в Уголовном кодексе, 143 статья Уголовного кодекса, которая предусматривает еще и уголовную ответственность за несоблюдение требований охраны труда. Если опять это повлекло за собой тяжкие последствия для здоровья работника, смерти работника, там уже речь идет об уголовной ответственности о реальном сроке заключения. Вот как раз вопрос сняли с языка, можно сказать. То есть в тюрьму сесть можно по-русски? Однозначно можно. То есть там грозит реальный срок, и вот других вариантов не будет, поэтому нужно думать? Думать однозначно. Перед этим. Вот тогда продолжает тему медосмотров. Введен новый порядок медицинских осмотров. Вот в чем отличие? Ну, введен порядок новых медицинских осмотров. Это приказ 29Н. Он заменяет предыдущий перед ним приказ 302Н. Ну, особо большого различия о том, что мы проводим периодические и предварительные медицинские осмотры, нет. Там есть определенные тонкости для врачей. Он немножечко по-другому выглядит. Там четко добавлена строка, что обязательно, чтобы никто не забывал, чтобы не было разночтений, что один раз в 5 лет обязательное проведение периодических медосмотров в условиях профцентра. Чуть-чуть добавлены определенные моменты, пересмотренные для того, чтобы мы правильно оценили здоровье человека перед тем, как его выпускать на определенные виды работы. Вот о чем как раз говорили, что допустили с эпилепсией. То есть, чтобы не было вот таких вот возможностей, потому что самое главное, это, конечно, сохранить здоровье. Сохранить здоровье, сохранить трудовое долголетие, для того, чтобы наши граждане могли трудиться и были здоровыми. Ну и, соответственно, порядок проведения медицинских осмотров. Там точно так же практически прописано, как и в 302Н приказе. Есть, конечно, определенные изменения, но я не настолько вот тонкости. Ну а вот зачем? Вот эта главная цель такая вот фундаментальная какая? Фундаментальная цель, ну для того, чтобы, конечно, улучшить проведение медицинских осмотров. Улучшить, оценить правильность проведения медицинских осмотров. И еще гармонизировали немножечко проведение периодических медицинских осмотров с профилактическими медицинскими осмотрами, да, с профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией. То есть теперь мы можем при медицинских осмотрах предварительных и периодических, да, брать определенные данные от диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. То есть есть такая программа государственная, в которой люди должны прийти в поликлинику в определенный промежуток времени, по срокам, и сдать определенный набор анализов. Поэтому часть данных мы можем внести в периодический медицинский осмотр, что снимет, собственно говоря, материальную нагрузку с работодателя. То есть если правильно и четко и вовремя это все сделать, то работодатель может какую-то часть средств сэкономить. То есть мы можем принять определенные виды анализов, например, маммография или ультразвуковое исследование, или рентгенография, флюорографию легких. То есть есть какой-то определенный спектр анализов, которые мы можем принять для проведения и снятия материальных затрат у работодателя. Ну еще и кроме того, у нас в новом медицинском осмотре, в порядке медицинских осмотров, появилось еще такое понятие, как выездные медицинские осмотры. Оно это в основной своей части касается тех организаций, которые работают за пределами города. Есть те, кто работает на заимке, то есть работают в полях, что называется, которые не могут покидать свои рабочие места в том числе. И поэтому теперь медицинские организации могут создавать специальные мобильные бригады, выезжать уже непосредственно к ним и проводить медицинские осмотры уже на месте. Но при всем при этом необходимо понимать, что необходимо в этом случае, чтобы у работодателя были соответствующие условия для проведения медосмотров. Ну грубо говоря, это должно проходиться не в коровник каком-то, да, это соответственно должны быть оборудованы кабинеты, где можно в соответствии с требованиями санитарного законодательства в том числе проводить приемы медицинскими работниками. Да, еще хотела уточнить, да, при выезде вот этих мобильных бригад обязательно, чтобы все исследования и обследования, да, такие как рентгенография, маммография, забор крови, да, посещение гинекологов, УЗИ, они должны проводиться в медицинской организации. Все-таки мобильная бригада, это может быть та бригада, которая выезжает докторами, то есть доктора могут выехать и посмотреть, а все-таки инструментальные виды обследования должны проводиться в медицинской организации. Вот это важный момент, потому что вот сейчас, насколько я для себя вот понял из опыта общения с предпринимателями, профессиональные осмотры, как правило, проводятся вот как раз выездными мобильными бригадами, то есть приезжает некая группа медицинских сотрудников, и вот они там, выделяется некое помещение, они начинают проводить те виды работ, которые вы сказали. Но при этом, вот если я теперь правильно понял, что вот есть виды. Есть виды, определенные виды исследований, которые все-таки работники должны пройти именно в медицинской организации, в которой есть лицензии на проведение данных видов исследований, да, такие как рентгенография, маммография, ультразвуковое исследование, да, забор крови, да, то есть те исследования, которые все-таки нужно проводить стационарно, и те исследования, в которых все-таки санитарно-гигиенические нормы должны быть соблюдены и сохранены. Вы сказали, когда упоминали об этой новой программе, профессиональный осмотр и профилактический осмотр. Давайте еще раз уточним, в чем разница, что это такое для зрителей. Давайте. Профилактический осмотр и диспансеризация – это те виды осмотров, которые проводятся в поликлинике по месту жительства. То есть те граждане, прикрепленного населения, могут прийти в свою поликлинику и получить бесплатно профилактический осмотр и диспансеризацию. То есть это все зависит от срока. Диспансеризация проводится один раз в три года, профилактический медицинский осмотр проходится ежегодно. И в зависимости от того, проходите вы диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр, есть разница в обследовании. Также эта разница в обследовании, те анализы, которые вы сдаете, зависят еще от вашего возраста. И оплачивается за счет средств ОМС. То есть бесплатно для человека? Бесплатно для человека. Бесплатно для человека проводятся регулярные осмотры в поликлинике по месту жительства. А предварительные медицинские осмотры и периодические медицинские осмотры, они проводятся на рабочем месте за счет средств работодателя. То есть это два разных вида осмотра, которые как бы скрининг для пациента. И тот скрининг важен, и другой скрининг важен. Они позволяют увидеть максимально объективную картину И они помогают работодателю Если человек прошел профилактический медицинский осмотр И диспансеризацию в поликлинике Позволяет работодателю сэкономить Потому что он может забрать данные Медицинская организация может забрать данные Из поликлиники, где прикреплен человек Это флюорография, ультразвуковое исследование Маммография, электрокардиограммы И какие-то другие анализы У которых есть определенный срок Который медицинская организация может принять И, соответственно, сэкономить средства для работодателя На проведение периодического медицинского осмотра Я сейчас, знаете, почему эти вопросы задавал вам Для здравомыслящего человека Который следит за собственным здоровьем Потому что это на самом деле самое ценное, что у нас есть Наверное, тогда получается самый эффективный способ То есть позволяющий ему, не используя собственные деньги Понять, в каком состоянии он находится Это регулярно ходить на эти профилактические осмотры Затем на осмотры, как вы сказали, еще Периодические И одновременно обязательно посещать профессиональные осмотры То есть вот эти три вида осмотров Периодический медицинский осмотр Это как раз профессиональный медицинский осмотр А я сказала про диспансеризацию И профилактический медицинский осмотр Да, вот это немножко путаница Потому что одинаковые где-то между собой слова Термин очень похожий Термин очень похожий И поэтому на этих ранних стадиях Когда человек пришел и провел определенный скрининг Мы можем обнаружить какие-то заболевания Которые мы часто выявляем Сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания Их можно предотвратить и обнаружить на ранних стадиях И начать их рано лечить Соответственно, лучше предотвратить, как вы говорите Катастрофу, нежели потом ей заниматься Мне хотелось бы кое-что добавить О том, что профессиональные медицинские осмотры Как раз они актуальны больше не для самих работников То есть работники, конечно, получают нужную и необходимую информацию Которую могут получить, в принципе, и в рамках диспансеризации Но эта информация в первую очередь необходима работодателям Они за нее платят Они должны быть кровно заинтересованы в том Чтобы все работники абсолютно посещали эти самые медицинские осмотры Потому что они могут создавать условия труда Необходимые именно для этих работников Потому что, опять-таки, несчастные случаи Профессиональные заболевания Мы должны понимать, что это Хоть и большую часть бремя на реабилитацию пострадавших Берет на себя государство Но при этом нужно работодателям понимать, что отсутствие работника на рабочем месте Тоже нанесет ему довольно-таки серьезный финансовый ущерб И поэтому работодателям нужно не воспринимать медицинский осмотр Как какое-то благо, которое они дарят своим работникам Медицинский осмотр – это их собственный интерес Который они делают для себя в первую очередь Для того, чтобы снизить свои собственные затраты своей организации Ну и просто хорошо знать Да, и сохранить трудовое долголетие своего сотрудника Потому что каждый сотрудник для работодателя, он очень важен Потому что его нужно обучить, он должен приработаться Потому что обучение новых кадров – это всегда гораздо дороже Чем просто регулярно следить за здоровьем своего нужного и важного сотрудника Ну что ж, давайте на этой красивой ноте поставим многоточие Спасибо за интересную и содержательную беседу Я надеюсь, что все работодатели будут поступать именно таким образом Но и мы через какое-то время обсудим вновь перспективы развития рынка труда Напоминаю, в нашей студии были Екатерина Борзых Руководитель Самарского областного центра профессиональной патологии И Дмитрий Васюхин – консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара Берегите себя, до свидания!